То есть, когда есть ясность, что делать и куда идти, системы ведут себя непонятно. Вы в поле работы с разным уже зашли. Это один из главных жанров 21 века. Что происходит с ответом на вопрос, что это было? Добрый день! Традиционное пятничное видео. Это видео будет посвящено главному вопросу 2020 года. У меня так точно, но мне кажется, что вообще у всех без исключения. Итак, а что это было? Этот вопрос я задаю себе в 2020 году не просто часто, а практически каждый день. Я могу с ответственностью заявить, что раньше такого не было. Возможно, это мои личные обстоятельства. Я оказалась в ситуации, когда люди ведут себя непонятно, системы ведут себя непонятно, родные и близкие ведут себя непонятно, непонятно ведет себя глобальная экономика, политические системы. Но мне что-то подсказывает, что этот вопрос стал актуальным, является актуальным не только для меня. Почему мы пытаемся понять, что происходит? Точнее, не так. Почему важно понимать, что происходит? Почему непонимание плохо? Согласно Роберту Сапольске, согласно базовым принципам нейрофизиологии, человек может быть счастливым только когда у него есть ощущение, что он контролирует ситуацию. Ситуацию с собой, со своей семьей, в стране, в мире. Тут все очень сильно зависит от каждого конкретного человека. Каждый для себя определяет комфортный, посильный ему периметр. И если человек теряет контроль над той системой, которая является для него базовой, он тут же ощущает себя несчастным. Уныние, растерянность, вот они классические признаки того, что контроль над важными элементами потерян, и вы не понимаете, что происходит. И у вас нет ответа на вопрос, что это было. Более того, вы и вопрос еще не задали. Так вот, когда вы не понимаете, что происходит, очень важно выработать некий алгоритм, точнее, я движусь по алгоритму, от полного непонимания к пониманию и действию, потому что, если этого не делать, уныние вам обеспечено. Я использую эти принципы и в работе с командой, и в работе со своими четырьмя детьми, и в работе со своими многочисленными друзьями, и в работе со своими папой и мамой, потому что это люди, которые, ну, очень часто поступают не так, как мне казалось бы, логично. Всего я это разбила на некую четырехходовку. Первый вопрос, который я задаю, причем не только себе, а и своим визави, причем задаю очень открыто, так, лобово, это, что это было. Затем я задаю вопрос себе, что меня задевает в том, что произошло, то есть почему для меня это не ок. Затем я задаю вопрос себе, а что я по этому поводу ощущаю, и затем я задаю вопрос себе, иногда своим визави, а что с этим делать, как поменять. Для меня это работает, вообще, меня часто спрашивают, а как понять, что вот там что-то работает. У меня очень простой индикатор, что-то работает, если было плохо, непонятно, было уныние, была тоска, испуг и туман, а теперь, да, все сложно, но туман развеялся, есть понимание, что не так, и есть перечень конкретных шагов, и самое главное, это не приводит к такой вселенской печали, а наоборот, в каком-то смысле даже вдохновляет и наполняет энергией. То есть, когда есть ясность, что делать и куда идти, возвращается ощущение контроля, то есть оно же возвращается не тогда, когда все стало совсем хорошо, а когда у вас есть путь по направлению к хорошоу, то есть вот возникает это ощущение. Что происходит с ответом на вопрос, что это было? Развилка. Либо вы получаете ответ, либо вы его не получаете, то есть либо у вас возникает ясность, что же пошло не так, либо нет. Очень простой пример. Я общаюсь с товарищем, у нас с ним идет какой-то диалог, он мне присылает какой-то фрагмент из книги, мне он нравится, я задаю вопрос, хорошая ли книга, и вдруг человек пропадает. То есть он просто игнорирует мои вопросы, супер простые, ответить на них хорошая-плохая книга, но это 10 секунд. Я, ну, мне некомфортно, я задаю себе вопрос, что это было? И я понимаю, что человек изменил отношения ко мне по каким-то причинам. Меня это задевает, ну, потому что это забирает у меня контроль над нашими отношениями. И я испытываю тревогу, ну, то есть я тревожусь. Я набираю его и говорю, слушай, что это было? Ну, я задала тебе простой вопрос, что случилось? Он говорит, папа сломал шейку бедра, я сейчас вообще, ну, у меня мои мысли в другом месте, пожалуйста, мне сейчас не до того. Две минуты, полная ясность, что произошло. Это не имеет к тому, как мы общаемся, никакого отношения, просто сейчас есть другой приоритет. Я делаю стэпбэк и жду, когда он вернется в нормальные отношения. Но без этого короткого звонка, без этого короткого прояснения, ну, там, придумать себе можно было бы что угодно. Это короткий бытовой пример, это бесконечный пример вообще с моими детьми. И разговоры о том, что это было, это вообще наша гигиеническая норма. Они задают вопросы мне, я задаю им. То есть в львиной доле случаев, как это ни странно, вы получите ясность. Вам кажется, что вам не ответят, или вы не поймете. Ну, то есть вам кажется, что там все непонятно. В 90% случаев, в моей ситуации, ответ на вопрос, что это было, дают полную ясность. И дальше вообще понятно, что делать. Есть 10% случаев, когда ясность не наступает. У каждого из этих вариантов тоже есть две развилки. То есть если у вас есть ясность, либо вам с этой ясностью ок, вы возвращаете контроль над ситуацией, и вы снова счастливы. Либо вам не ок, и вы намечаете шаги, как вы будете с этим работать. То есть вам пояснили, что это было, и вам некомфортно с новыми обстоятельствами. Вас это не устраивает. И вы тоже занимаетесь коррекцией. В моем случае это тоже примерно 90 на 10. Примерно в 90% случаев вам комфортно. С пояснением вы возвращаете себе контроль. И еще в 10% случаев вы намечаете маршрут, как вы с этим будете работать. И у нас есть пул вот этих ответов, которые не приносят ясности. Если вы не получили ясность, то тоже развилка из двух маршрутов. Первое, полностью вынести эту ситуацию, эти отношения за периметр вашего контроля. То есть то, что называется в простонародье забить, забыть. Мы перестаем пытаться контролировать эти отношения, эту ситуацию, эту систему. Либо мы принимаем эту систему в периметр своей жизни, как неконтролируемую. Я интересуюсь, для меня это по-прежнему важно. Но я не пытаюсь контролировать. И отсутствие или наличие контроля над вот этими отношениями не делает меня более или менее счастливым. Собственно говоря, вот и вся модель. С моей точки зрения, вопрос, что это было, должен задаваться всякий раз, когда возникает непонимание. Должен задаваться себе и должен задаваться участникам ситуации. С моей точки зрения, в 90% случаев короткий разговор будет возвращать, а мой эмпирический опыт, будет возвращать вас в зону комфорта. Но чем не волшебное лекарство? И на самом деле взаимодействие с людьми, которых вы не понимаете с полуслова и с полувзгляда, взаимодействие с другими людьми, которые думают чуть по-другому, ведут себя чуть по-другому, с которыми нужно работать, нужно беседовать, нужно притираться, это очень важное направление для развития людей, которые взлетели и достигли определенного стеклянного потолка в карьере, в профессии и так далее. Я не устаю повторять, что работа с другим – важнейший жанр для тех, кто хочет расти дальше. Да, до определенного момента быстрее и проще расти рядом с такими, как вы, с единомышленниками. Почему? Потому что все понятно с полуслова, не нужно лишних пояснений, не нужно притираться и так далее. Но только до определенного момента, после вот этого стеклянного потолка, когда профессионально вы взлетели до определенной вершины и дальше нет, скорее всего, речь идет о том, что вам нужно начинать работать с другим, потому что именно в работе с другим и другими заключен огромный нереализованный потенциал. И я абсолютно уверена, что создание систем по работе с разным, создание платформ для работы с разным, создание методик и практик для работы с разным – это один из главных жанров 21 века. И если вы часто задаете себе вопрос «А что это было?», скорее всего, вы в поле работы с разным уже зашли. Вы, скорее всего, туда попали, осознанно или нет, потому что если вы задаете вопрос, значит, вам непонятно с полуслова и с полувзгляда. И с большой долей вероятности это означает, что вы растете, с большой долей вероятности означает, что этот рост не будет простым, и нужно учиться, нужно учиться ценить непонятных вам людей, нужно учиться выстраивать с ними крутые, эффективные отношения, и прежде всего нужно учиться задавать вопрос «А что это было?». Я так часто в последнее время задаю себе этот вопрос, что пару дней назад я написала об этом пост. Это был день, в который, ну, просто раз в 10 я спросила себя «А что это было?». Потом набрала своих коллег и задала этот вопрос по телефону. Это был день, когда все как будто сошли с ума, и реакция даже самых давних моих коллег была мне непонятной. Я написала этот пост, получила уйму комментариев, уйму реакций. Один из них был от Алексея Тимофеева, гуру менеджмента. И он подтвердил мою догадку, что не существует готовых методик и методологий. Да, уже есть какая-то литература, он привел в пример «Вокруг одни идиоты» Эриксона. Я эту книгу читала пару лет назад и могу ее смело рекомендовать. Но на самом деле это возникающая категория, возникающая дисциплина работы с другим. И мы находимся в самом начале пути. Я всех вас вдохновляю, призываю обращать внимание на ситуации, когда вы не понимаете, что происходит. Я всех вас призываю задавать вопрос «А что это было?» себе и тем, кто рядом. Я призываю вас обсуждать, как работать с другим, тех, кем вы восхищаетесь. Я призываю заходить в этот жанр. Я искренне верю, что за этим будущее. Мы будем жить в состоянии неопределенности. Мы будем действовать странно для других. Мы будем работать с теми, кто непонятен для нас. И в этом гигантский потенциал, который вместе мы, наверное, сможем раскрыть хотя бы на четверть. Может быть, наполовину. Не знаю.